Добрый день, Вера. Здравствуйте, Анна. Рада вас видеть. Я вас тоже, тем более у нас сегодня такая приятная тема. В общем-то, у нашего проекта, в принципе, самая приятная тема, которая только может быть – деньги. Даже не стесняюсь в этом признаваться. И сегодня у нас тема «Не беспокоюсь о деньгах». Вот у меня их столько, что я живу по-настоящему богатой жизнью, потому что не беспокоюсь о деньгах. Конечно, хорошо, когда ты о них не беспокоишься. А как это можно добиться? Ну, наверное, когда у тебя их такое количество, что тебе не приходится о них думать. Другими словами, у тебя есть пассивный доход и накопление. На самом деле, ловушка пассивного дохода в том, что его невозможно получить в моменте. Это процесс, когда ты, прежде чем получать пассивный доход, имеешь большой цикл активных, очень активных накоплений и очень активных инструментов. А вообще, конечно, для женщины пассивный доход, он важен для таких стандартных бытовых житейских вещей. Это, собственно, образование детей, это какие-то свои траты на путешествия, на здоровье, на отдых, но, собственно, на семейные вопросы. Поэтому мы, конечно, будем говорить в цикле программ, которые мы с вами задумали, именно об этом, о том, как для женщины сформировать тот самый пассивный доход, чтобы не волноваться о будущем своем, своих детей, своей семьи. Это совместный проект Промсвязьбанка и РБК, в котором мы выясняем, почему женщины инвестируют или не инвестируют, и вместе с профессиональными экспертами разбираем реальные инвестиционные стратегии для реальной жизни. Кристина Берлизова, 32 года, спортивный менеджер. Ежемесячный доход около 110 тысяч рублей. Финансовой подушки безопасности нет. Есть два кредита по ставке 25% годовых. Хочет сформировать пенсионный портфель, но сначала в планах разобраться со своей финансовой ситуацией. Здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Очень приятно с вами познакомиться. У вас сейчас довольно большая кредитная нагрузка. Даже есть кредит, который около 25% годовых, если я не ошибаюсь. Это так? Вообще, как вам удается с такой кредитной нагрузкой позволять, я не знаю, полноценную жизнь, например? Насколько тяжело сводить бюджет, в принципе, делать так, чтобы одно попадало в другое? Нет ли кассового разрыва? Ну вот сейчас как раз я на стадии кассового разрыва, можно сказать. Просто очень большие траты. У меня есть хобби музыка. Я инвестирую в музыку. И я приобрела квартиру. Сейчас нужно делать ремонт в квартире. Поэтому сейчас практически весь бюджет, собственно, уходит на это. Вы хотели взять еще один кредит? Да. Насколько вы изучили сегодняшнюю ситуацию на рынке? Ведь сейчас идет серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. И сейчас не самое лучшее время, чтобы брать кредиты. Я так серьезно и подробно не изучала. Я пока оставила только заявки в банке. Некоторые отказывают, некоторые предлагают не супервыгодные проценты. Это, конечно, уже двойная кредитная нагрузка, которую нужно рассмотреть серьезно и подумать о том, как можно ее избежать. Кристина, у вас был вообще какой-то опыт инвестирования? У меня был хороший опыт. Я купила одну квартиру на этапе стройки. Ее продала и купила уже другую квартиру. То есть, по сути, квартира в три раза прибавила в цене. А когда вы покупали квартиру, о которой вы говорите первую, вы изучали рынок, как-то анализировали, выбирали объект? Это было спонтанно в один день, что вот я хочу квартиру. И потом она просто выросла, как на дрожжах в цене, чему я очень рада. Ну что ж, тогда опыт есть. Опыт, правда, не, скажем так, без анализа. У нас в голове биологически очень много таких багов, которые мешают в том числе нам правильно обходиться с накоплениями, с кредитами, с инвестициями. Условно говоря, люди в древности, если бы очень долго думали бежать им, хватать, делать и так далее, они бы не выжили. Поэтому спонтанность была одним из залогов выживания для нашего вида. Да, и самые успешные люди были спонтанны. Сейчас все изменилось, но вот это ощущение, что вот нужно в моменте сейчас что-то сделать, оно у нас осталось. И иногда нужно просто его не слушать. Я очень вообще люблю книгу господина Каннимана «Думай медленно, решай быстро». Но там перечислены все вот эти баги, он не зря, Нобелевский ряд по экономике и бихеверистики. Там перечислены вот все эти баги, связанные с нашим восприятием реальности, с тем, как мы там что-то накапливаем, например, даже если это невыгодно, потому что нам хочется накапливать. И с тем, как мы принимаем в том числе спонтанные решения, а потом мы их сами обосновываем. Что касаемо все-таки инвестиций, вы об этом, я так понимаю, задумываетесь? В долгую или задумываетесь? Или на короткий период? Конечно, задумываюсь. Как вы уже ранее озвучили про пассивный доход, интересная история. Мне хотелось бы через 20-30 лет уже не работать и пожинать плоды инвестиций, путешествовать, наслаждаться жизнью. Далеко. Вот это называется долгосрочное планирование. И вот, в принципе, то, что человек задумывается о пенсионном портфеле. Все-таки игры в долгу, назовем их так, они позволяют хорошо продумать свой портфель инвестиционный, подумать о том, куда вложить, как его диверсифицировать. И, собственно, сегодня мы, наверное, поговорим в большей степени о ценных бумагах, которые как раз ведут к тому, чтобы получать пассивный доход и прогнозировать, собственно, свою доходность. Ну вот мы зацепились за ваше пожелание про пенсионный портфель и попросили наших экспертов вообще рассказать, из чего теоретически могут состоять пенсионные долгосрочные портфели. Ну, пенсионные – это не значит, что ждать до пенсии, а пенсионные – это скорее для того, чтобы получать пассивный доход. В случае, если у вас долгосрочные цели, вы можете брать большую долю акций в портфель для того, чтобы достигнуть более высокого уровня доходности на среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ну, мы возьмем классический пенсионный портфель, например. Как правило, в облигациях изначально достаточно низкая доля портфеля находится, в основном это акции. По мере того, как приближается пенсионный возраст клиента, доля акций последовательно уменьшается, доля облигаций, соответственно, последовательно растет. В возрастную градацию поняли. А есть еще риска. Вот, Кристин, вы как бы сказали, вы человек склонный к риску, не склонный к риску, совсем не рисковый человек. Люблю риск, ну и психологически готова к этому. Здесь, конечно, между вот таким вот риском и, скажем, консервативным подходом должна быть золотая середина, потому что, к сожалению, бывает часто вот эта спонтанность мешает принять верное решение, и вместо пассивного дохода можно к пассивному расходу привести себя. Это ни в коем случае нельзя допустить. Именно для этого мы с Анной, собственно, и встречаемся с нашими героинями. И здесь мы даже специально спросили экспертов, а как вообще понять, вот не по собственным ощущениям или действиям, а вообще вот глобально, более так глубоко, все-таки риск, не риск, и какой у вас риск-профиль и риск-аппетит? Что вы будете делать, если у вас в портфеле будет, допустим, минус 20 или минус 30 процентов? Можно, конечно, сказать, я все пересижу, я уверен в себе, но, с другой стороны, важно честно ответить. Вот представить на простых цифрах, у тебя был, допустим, миллион рублей, и стало 800 тысяч или 700 тысяч, насколько тебе страшно, некомфортно пропустить этот вопрос через себя и честно ответить, потому что только честные ответы позволят максимально объективно определить твой профиль. Максимально честный ответ на вопрос. Представьте, что у вас вот есть портфель, вы можете его прямо открыть, там какая-то сумма 100 тысяч рублей. Вы знаете, что она там на 15 лет в неких инструментах, вот вы просыпаетесь, а эта сумма стала из 150 тысяч рублей. Вы знаете, что может быть что-то изменится, и вот на 15 лет, что вы будете делать, как вы отреагируете на такое? Мне будет точно психологически некомфортно, я буду переживать. Кристина, я хочу вам предложить несколько вариантов. Ну вот, к примеру, вы остались со своими 50 тысячами рублями, вместо тех 150, которые вы вложили, что вы с ними будете делать? Вы продадите все акции, заберете 50 тысяч и забудете, как страшный сон о том, что вы потеряли 100. Вы продадите все подешевевшие ценные бумаги и купите на эту сумму менее рискованные активы. То есть, например, вместо акции возьмете облигации, о которой говорил наш эксперт, как более надежный вид инвестиций. Ничего не будете делать, подождете, когда все вырастет назад, просто будете долгое время ждать, и потом отобьете свои расходы условные. А может быть, и даже получите какой-то доход, ведь время, оно приносит не только разочарование, но иногда и наоборот успех. Воспользуйтесь ситуацией на рынке и докупите подешевевшие акции на дополнительные средства, увеличив размер вложений. Вот что бы вы предпочли из четырех вариантов, которые я вам перечислила? Я бы предпочла подождать и посмотреть, как себя поведут акции на каком-то отрезке времени. А если бы это было 150 миллионов и 50 миллионов? Мне понравился тогда еще последний вариант. То есть еще 150 вложите и увеличите размер вложений. Я скажу, что, судя по всему, все-таки, Кристина, вы никакой вы не уверенно рискован. Никакой вы не консерватор, извините, но нет. Да, да. Но, может быть, в какой-то степени это и неплохо, смелость, но нужно ко всему подходить с точки зрения изучения рынка. Ваша толерантность к риску в данном случае, она играет на руку вашему портфелю в долгую. Но тут важно понимать, что между вами и вот вообще началом этого накопления капитала стоит несколько важных шагов. Шаг первый – это уменьшение долговой нагрузки. Вот просто часть вашей жизни относительная, она должна быть посвящена тому, чтобы ее снизить. Шаг два, на самом деле, параллельно с первым шагом сформируйте подушку безопасности. Подушка безопасности – это вот 3-5 зарплат. Не надо хранить дома наличными, положить на какой-то минимальный накопительный счет, чтобы в доступе был. И вот после этого вы уже из оставшегося можете смотреть, а что бы я могла положить в свой инвестиционный портфель гипотетически. Мы попросили, на самом деле, наших экспертов рассказать поподробнее, какие бывают виды вот этих портфелей, чем отличается инвестиционная часть от неинвестиционной и как ее формировать в зависимости от возраста и в зависимости от риска аппетита. Цель долгосрочных инвестиций, как правило, заключается в том, чтобы сформировать капитал под пассивный доход. То есть здесь еще речь не о том, что в периоде, когда мы начинаем его получать, а речь о вот этих вот длительном процессе накопления при приращении стоимости этого капитала. Поэтому используются акции роста. Если есть возможность, используется индекс экономики. Как правило, делается диверсификация по нескольким странам, по нескольким валютам. На долгосроке собирается защитная часть этого портфеля, это где-то 25% облигаций надежных, где-то 5-7% диверсификатора, в самом простом варианте используется золото. И остальное, то есть до 70% вот такого портфеля может составлять индекс. Не отдельный эмитент, а строгий индекс. Вы когда-нибудь пытались посмотреть, проанализировать и принять для себя решение, куда бы вы хотели, соответственно, вложить средства? Еще не смотрела, но думала про это. Это важный момент, когда уже есть желание, но для этого нужно сформировать именно тот пассивный доход, о котором мы говорили. Можно рассмотреть на этапе становления какие-то компании, как мне кажется, более такие рисковые, но которые приносят больше дивидендов. Но на данном этапе в России не такое большое количество компаний, которые, соответственно, вы можете выбрать там, как было несколько лет назад. Но, тем не менее, я думаю, что с помощью брокера тоже можно к этому вопросу подойти и что-то для себя оптимальное посмотреть. Единственное, к чему бы я призвала, это, конечно, не вкладывать все деньги в одну компанию. Посмотреть, диверифицировать, опять же, может быть, взять какую-то часть голубых фишек, где вы будете уверены. Может быть, что-то рассмотреть, как наш эксперт говорил, и действительно в драгоценные металлы, в золото, в какие-то другие металлы промышленные, и посмотреть какие-то такие с большим риском акции, какие-то программы. Хорошо, что вы понимаете, что при минус 50% просадки вы будете чувствовать себя дискомфортно. Ну а будете ли вы чувствовать себя, например, комфортно, если у вас будет портфель формироваться под пассивный доход, который будет приносить минимальную доходность, то есть он колебаться около нуля. Если 20 лет откладывать, допустим, по 50 тысяч в месяц, можно получить 30-40 миллионов. Прибиваем к инфляции, и вот у тебя 12 миллионов или 10 миллионов. И уже кажется, что не так много на самом деле. Здесь, мне кажется, надо рассматривать, условно говоря, 100% тех средств, которые вы вкладываете. Ну, например, 30% – это какие-то защитные активы как раз, которые обеспечивают вашу стабильность. И 70% – это уже на свой риск аппетит надо смотреть. У вас агрессивно, наверное, 30 на 70 будет оптимально. Но, в принципе, 70% – это уже такие программы, которые позволяют вам приобрести какой-то доход достаточно в короткие сроки. Акции или облигации вам придется покупать. Делать их параллельно с высококредитной нагрузкой очень сложно. И параллельно вам нужно формировать накопление и снижать кредитную нагрузку. А дальше вас впереди ждет большое инвестиционное будущее. С таким подходом и с таким взглядом, мне кажется, может быть очень интересной доходности будет выглядеть. Мой вам совет – немножечко поосторожнее подходить к процессу инвестирования, для того чтобы не просто сохранить, а приумножить. Конечно, мне было интересно поучаствовать, услышать мнение экспертов, которые действительно понимают в акциях, облигациях, занимаются этим. Ну и еще раз я задумалась по поводу инвестиций, как это правильно делать, что это нужно делать обдуманно, осознанно, никак не по наитию, не спонтанно по зову сердца, а что нужно продумать схему, пошаговый план, и что я, в принципе, на правильном пути. И самое главное, что такое вдохновение и радость я почувствовала.